Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Наверняка услышали, что артист Анатолий Руденко, сериал «Две судьбы», фильм «Триггер». Много где он снимался. Обычно сериалы эти показывали по телевидению. Попался с наркотиками, алкоголь, табу, курение, вредить здоровью, наркотики, зло, занимайтесь спортом. Много разных версий выдвинул, чем, собственно говоря, как юристы говорят, разозлил и вызвал к себе недоверие. Мама, конечно, говорит, что его подставили. Но такая довольно запутанная история в отношении возбудили уголовное дело. Совершенно неожиданный поворот в этом деле. Разин из Америки обратился к россиянам по поводу этого дела. Заявил, что, собственно говоря, это все, и работа его проклятия. Давайте посмотрим. Ну, очередная жертва Малахова. Я вообще призываю всех артистов, когда принимает участие Малахов, и как он принимал участие в «Рокус-Сити», собирал артистов, которых я проклял. Он также опять продолжает. 31 декабря он собрал артистов. Мне очень жалко Толю Руденко. Я ему говорил, не ходи туда, потому что там все опять подставы. Это все против Юры Шатунова. И Толик пошел туда. Лолита пострадала. Лера Кудряцева пострадала. Теперь и Руденко арестован. Вот вам и все. Ну вот, друзья, вы сами все слышали. Вы знаете, тут можно отрицательно относиться к Разину к самому. Собственно, вот, да, но действительно, после того, как он заявил, вот этот концерт в «Рокус-Сити», который был, когда вдова Шатунова, вы уж меня извините, там с каким-то другом, это было очень некрасиво. Мы об этом снимали видео, да. В общем, и сам концерт был довольно странный, мягко говоря. И присутствовали те люди, которые, собственно, вообще непонятно какое отношение имели к Шатунову, например, Реву тот же, да. Но сейчас действительно те люди, которые там были, с ними происходят непонятные вещи, в том числе вот Руденко. По словам бывшего продюсера «Ласкового мая», он не шутил, когда говорил, что со звездами случится беда. Малахов собрал артистов, которых я проклял. 31 декабря он опять собрал артистов. Очень жаль Анатолия Руденко. Я ему говорил, не ходи туда, это все подстава, это все против Юры Шатунова. Толик пошел туда, теперь Руденко арестован. Ну вот журналисты пишут жутко после слов Разина о проклятиях, но может это просто совпадение. Вы знаете, друзья, разные вещи есть в мире, и я верю, что есть. И это, ну серьезно, никто не относится никогда к этому делу, так как когда заявляют, Жазин говорит, откуда мы знаем, что там у него за возможности, к кому он обращается, кого он знает, с кем он, так сказать, сотрудничает, работает. Я имею в виду там от каких-нибудь, не знаю, гадалок, специалистов в этой области до еще непонятно кого. Поэтому здесь, конечно, палка в двух концах. С одной стороны, конечно, волков боятся в лес не ходить, с другой стороны, ну проявлять какую-то осторожность. Наверное, можно, учитывая, что там человек, если вот он такой внутри, если он затаил злобу, он будет до конца идти, чтобы эту злобу реализовать, что называется, да. Поэтому, ну если была возможность не ходить, ну может быть и не стоило ходить, не знаю, друзья, не знаю. Но, тем не менее, вот такие новости. Что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, друзья, вы можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вы предприниматель, бизнесмен, талантливый человек, и вы не хотите, чтобы десятки тысяч ваших потенциальных клиентов проходили мимо вас каждый день, обратитесь к сайту моего канала буддагришна.ком, там для вас есть интересное предложение. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.